Добрый день, уважаемые инвесторы. Российский рубль вчера вполне ожидаемо ослаб по отношению к обоим компонентам бивалютной корзины на 14 копеек доллару и на 16 копеек единой европейской валюте. Как мы уже ранее говорили, здесь есть два отрицательных момента. Это падающие глобальные рынки. Вчера американские индексы не смогли улучшить свои настроения. Показали снижение по итогам дня от 1 до 2%. Ну и локальные факторы. Это падающие межбанковские ставки. Индикативный Моспрайм по кредитам овернайт за последнюю неделю выпал на 150 басинных пунктов. Это существенное снижение. Поэтому тоже данные факторы, а именно снижение напряжения на денежные кредитные рынки, играют не на руку на национальной валюте. Например, вчера Моспрайм овернайт лишь немногим находилось выше уровня 5% на уровне. То есть на уровне 5,04% на пятовых. На сегодня рубль мы видим, что на московской бирже немного укрепляется по отношению к доллару США. Однако мы не видим пока, скажем, каких-то глобальных для него перспектив. А поскольку все-таки нет у него сейчас таких вот защитников явных. Напротив, напряжение на глобальных рынках сохраняется. И денежно-кредитный рынок пока не спешит ухудшать свое настроение. Собственно, ввиду таких благоприятных ликвидных кондиций, цены корпоративных рублевых бандов могут подрастать немного день ото дня. Сегодня также ожидаем от них положительной отдачи. Видим, что Банк России вчера закрутил аукционные гаки полностью, понизив лимит по дневному аукционному репо до минимальных 10 миллиардов рублей. Как мы знаем, это именно нижняя планка Банка России. Меньший лимит он не опускает. Собственно, спрос на эти деньги был также невелик. 13 небольших миллиардов рублей он составил. Основной объем предоставил Банк России через аукцию однедельного репо, восполнив в достаточном объеме запасы кредитных организаций. Также вчера со стороны Министерства экономического развития вышел новый прогноз. А именно, он содержался в речи замминистра экономического развития, который сказал о том, что ожидает оттока капитала из России по итогам года не в размере 70 миллиардов рублей, как это было раньше, а в размере 60 миллиардов рублей. Однако, сильно лучше погоду это не делает. Все равно в бреше, в корабле под названием Россия есть по-прежнему такая значительная брешь. Деньги продолжают утекать из России за рубеж. Однако, нужно признать, что все-таки после смены руководства Центробанка стали более активные действия предприниматься по снижению оттока. Именно Центробанк сейчас воюет с нечистыми наркокредитными организациями, а в частности отзывает у них лицензии, если подозревает в сомнительных операциях, связанных с отмыванием денег. Такие как раз меры могут поспособствовать более благоприятной картине по оттоку капитала за 2013 год. Но все равно каких-то значительных улучшений на этом фронте пока мы не ждем, поскольку предыдущий квартал оттока был тоже значительный, если просуммировать все месяцы, то и до конца года, мы видим, осталось уже немного времени. Поэтому все-таки на то, что отток перейдет в русло притока, мы пока не надеемся. Можно, на наш взгляд, рассчитывать лишь на некое замедление оттока. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.